В Японии итоги прошедшего года принято подводить весной, поэтому не стоит удивляться, что российское представительство Сузуки провело годовую пресс-конференцию только сейчас. Так, в 2020 году дилеры марки отгрузили клиентам больше 8 тысяч новых Сузуки, то есть продажи выросли на 7%. В этом успехе есть немалая заслуга грамотного планирования. Ожидая, что власти повысят утилизационный сбор, московскому офису удалось завести максимальное количество машин до наступления нового года. И в итоге продавцы смогли довольно долго продавать автомобили по старым ценам. В этом году компания намерена продать 10 тысяч автомобилей, а в следующем уже 13 тысяч. То есть по плану за два года спрос вырастет на 60%. Притом генеральный директор Сузуки Мотор Рус Юто Токахаси предпочел оставить тайный, готовит ли японский бренд выход новых моделей. Безусловно, у нас есть своя продуктовая стратегия на российском рынке. Мы будем двигаться шаг за шагом, но на данный момент раскрыть какие-то подробности, к сожалению, не можем. Скажу лишь, что наши планы основываются именно на том модельном ряде, который имеется сейчас. Отметим, что сейчас российская гамма состоит из трех импортируемых моделей. Это кроссоверы SX4 и Vitara, плюс равный внедорожник Jimny. В этом году компания рассчитывает продать 6,5 тысяч Vitara, 1500 SX4 и 2000 Jimny. Интересно, что поводами для роста спроса господин Токахаси видит отложенный спрос, грамотный маркетинг и своевременные поставки. Также будут развиваться онлайн-продажи и фирменные финансовые программы. Мы уверены, что сможем достичь этих цифр. И наша основная стратегия продолжать делать то, что мы делали на протяжении последних трех лет. Все наши активности, все наши действия. Мы в этом убедились. И если мы говорим про относительный рост, то на следующие два года он примерно такой же, как был до этого. У нас есть хороший шанс. А вот налаживать локальную сборку моделей Сузуки смысла не видит. Ведь Минпромторг требует выпускать не только сами машины, но и двигатели. Для этого нужны многомиллионные вложения, которые вряд ли окупятся. Собственно, на изменения ценовой политики влияют многие факторы, помимо утиль сбора. А поднимать продажи компания планирует за счет самого продукта, уверяя, что надежные и качественные японские автомобили обязательно найдут понимающего покупателя.